Заболеваемость растет. Глава региона провел очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения КВИ. Архимед Мухамбетов заслушал отчеты Акима города Аркалыки, Амангельдинского района. Борьба с коварным вирусом продолжается. К сожалению, по последним данным, количество заболевших увеличилось более чем на 8%. Загруженность инфекционных коек составляет 39%. Подробности. Педагогическая ситуация оставляет желать лучшего. По данным специалистов здравоохранения, отмечаются ее ухудшения. Так только за последнюю неделю с 13 по 19 октября выявлено 735 случаев COVID-19. На прошедшей неделе эта цифра равняла 678 и заболеваемость выросла на 8,4%. В настоящее время загруженность инфекционных коек составляет 39%. На лечении находится 643 человека, тогда как, например, на первой актере было всего 600 человек. Рост на 7,2%. Наибольшее число находящихся на лечении – это Кустанайская областная больница, 90 человек, в городах Рудны 73 человека, Лисаковск 35 человек, а также в районах Кустанайском, Житогоринском, Ленисовском, Ауликовском и Федоровском районах. Стабилизировать ситуацию поможет только всеобщая иммунизация населения. По последним данным, вакцинацию первым компонентом прошли чуть более 324 тысяч человек или 64,2%. Из них вторым компонентом вакцинированы 59,5%. К примеру, в городе Аркалык для этого развернуто 5 прививочных кабинетов. С начала периода иммунизации свою дозу вакцины получили 12 499 человек. Ежедневно 5 бригады осуществляют выезды по селам и сельским округам. По году Аркалык общее количество жителей, подлежащих вакцинации, оставляет 22 832 человек. По первому компоненту из 1894 работников сферы образования провакцинировано 99,2%. Сферы здравоохранения – 94%. Государственные органы – 95,3%. Правоохранительные органы – 94,6%. В сфере жилищно-коммунального хозяйства – 92,9%. Сельхозтавропроизводителей – 97%. Предприниматель города в сфере торговли и обслуживания – 92%. Если вакцинация – это фундамент борьбы с COVID-19, то соблюдение карантинных мер – это прочные закрытые двери, через которые вирус не пройдет. В ходе заседания рассмотрели работу мониторинговых групп. С 1 сентября проведено 2661 рейдовое мероприятие, а выявлено 122 нарушения карантинных мер. С начала 2021 года мониторинг-группами проведено 598 рейдов. Проверка охвачена 1914 объектов. Количество объектов с нарушением 42 составлено административных дел – 51. Сумма штрафа составляет 2 129 000 тенге. С 1 октября по 20 октября нарушения не было выявлено. Снизить количество заболевших помогает проект «Ашик». В настоящее время по области подано 5158 заявок. По завершению заседания Архимид Мухаммитов призвал жителей области проявить ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких, соблюдать все правила противопередических мероприятий и пройти своевременную вакцинацию против COVID-19. Владислав Ивашенко, Морвег Каскулов, телеканал Кустанай.